Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Сегодня я с обложкой. Это моя будет работа после отпуска. Две недели я ничего не делала, отдыхала. И мне тут в голову пришла идея. Даже не идея пришла, а я в интернете увидела рисунок. В точной росписи. Этот рисунок мне был знаком очень давно. Я начинала, когда работать с точками, я этот рисунок пробовала. У меня канала еще даже в помине не было, даже про это я не слышала. Я пробовала этот рисунок на вазах. Сделала я одну вазу, сделала одну баночку я и сахарницу, по-моему. Или что-то типа сахарница или чай. Да, сахарница была. Я сейчас эти предметы показать не могу, потому что я их подарила. Но рисунок этот у меня получился, и я его с успехом забыла. Тут опять попался этот рисунок на глаза. И я вспомнила. Думаю, ага, там, значит, рисунок состоит из больших и маленьких точек. Умение поставить мелкую точку и крупную точку. В то время я мелкие ставила без проблем. Вот ставлю вообще, у меня весь рисунок получался из мелочи. Сейчас, глядя на работы моих учениц, можно сказать, они мне присылают свои работы. Я смотрю, и у всех, у всех маленькие точки. Кто только взял первый раз контур в руки, вижу, что у них рисунок именно с маленьких точек. И у меня получилась та же самая песня. Я мелкие ставить могла, крупные ставить, вот прямо выдавить много краски. У меня почему-то не получалась она неровная точка, растекалась, разбегалась. И вот сложно мне было. Но все-таки я сделала этот рисунок. Вот. А вот в данный момент увидела снова этот рисунок, вспомнила. Думаю, дай-ка я попробую повторить. Даже не то, что повторить, сейчас нужно наоборот. Теперь я научилась делать крупные точки, а мелкие получаются с трудом. Я в последнее время уже стала обнаглевшей мастер. Я уже ставлю не точки, а запятые. Я даже вам могу показать, как у меня сейчас получается. Так, на чем бы вам на такого? Вот, значит, как всегда, да, мы делаем точку. Вот еще ведь сразу-то и не получится, а так как надо. Вот точечки вот такие маленькие. Маленькие точечки. Покрупнее. Это уже, правда, не точка какая-то. Калякуля. Вот у меня очень часто контур ровную точку не выдавливает. Вот куда-то в сторону едет краска и все. Ну, вот обычные точки, вот я вам показала. Мелкие, крупные. Я же сейчас, мне нравится, чтобы линия была сплошная. Я что придумала? Оно не придумала, у меня рука так пошла. Вот ставлю точку и протягиваю, ставлю и протягиваю. И вот как бы вот так вот наталкиваю. А побыстрее надо, так я вообще вот так. Вот так веду и сразу растягиваю эту точку. Вот такая у меня фигня получается. Вроде линия-то получается красивая, рисунок-то получается красивый. Когда вот так вот, как бы растягивая, как бы это. И мне, значит, захотелось опять поставить руку, чтобы все-таки это точечная роспись, не запятошная. Вот так, чтобы точечки были все ровные. И я сейчас вместе с вами начну это испытывать. Сочетание цветов может быть разное. Черно-бело, сине-зеленое. Там кому как понравится, тот так и сделает. Я сейчас буду делать бело-голубое. Бело-голубой рисунок на черном, вот, с двумя контурами. Посмотрим, что у нас с вами получится. Я думаю, получится красиво. Я попробовала на простом листочке один, ну, как бы сделать один элемент. Вроде бы неплохо получается. Но именно на данном рисунке я буду оттащивать свою руку, постановку, именно вот, чтобы правильно ставилась точка. И в итоге должно получиться красиво. Если получится здорово, значит, я буду делать несколько обложек, только в разных цветовой категории, там, ну, разное сочетание. И обязательно сделаю пару тарелок. Ну, все, поехали. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok